здравствуйте дорогие друзья привет поклонники компании метаба хорошего инструмента недорогого доступного в том числе с детальными разъяснениями от их представителя товарища романа николаевича который сейчас расскажет вам про шоур-хорты 12 вольтовый этот ролик мы притянули к выходу вот этой вот новой модельки power max bs bl собственно говоря легендарная модель вышла в реинкарнации бесщеточном варианте но более детально по ней мы наверно в отдельном тесте поговорим сейчас просто расскажем ее позиционирование в этом модельном ряду в декабре планируется выход на рынок в россии конкретно взяты да все за тем что мы в россии комплектуем финально до комплектации может быть несколько в кейсе разруха узловая сборка или линии он готовы приезжает отдельной батареи отдельный кейс и отдельные структуры зачем крупно почему это позволяет быстрее реагирует на рынок нежели будет потребность тремя аккумулятором и такую бабах стремя можно хоть четырьмя до вопрос цены все это дело для того чтобы удержать ценник на рынке текущая модель power max a bs да вот вот сок он стоит 6 тысяч рублей например на 5 900 в рынке на 5 900 будет стоить дороже естественно да защищу то что брашлис и сам себе дороже изготовления хотя ну прежде наши господа немцы инженеры умудрились все это дело в той же лучше давай знаешь какая тебе нельзя сравнивать да я просто знал не си шурик брашлис божеский который изначально мы конкурировать конкурировали я так понимать для конкуренции с этим шуриком сделано то есть размышления что но это я так считаю и тебя я так понимаю нельзя же там еще те извинения еще не прошли внимание что за счет чего вот этот малыш он пухленький а это чё за модель gcr 12-30 до счет того что здесь плата просто расположена по моему как-то у них не зона под двигателем под двигателем видно что немножко побольше он но в метап оплату сделали с всем маленькую и куда в руках нули а ты можешь увидеть если вы не батареи приглядишься там внутри она там видно а зачем такая крупненькая исходишь мы разберем покажешь разберем на в отдельном ролике да в общем по поводу позиционирования я буду сколько будет стоить николай показал я понимаю что конкуренция будет на 8 8 тысячах рублях вероятнее всего да ради всего давайте дождем за декабря и уже мы увидим далее что касается характеристика опять же в отдельном ролике более подробно разберем почта проще сказать цифры данная модель весит чуть-чуть он там на несколько грамм меньше мы опять же взвесим это все по крутящим моментам здесь 17 рабочий момент это первая скорость жима сверления здесь 20 то есть он мощнее немножко 2 ньютона метра но опять же твора за счет чего еще точно двигатель основной преимуществ какой никого вот мы транслируем массы и этически он должен смотри во-первых он должен дольше работать на одном заряде камер на 20 процентов потому что у него меньше идет вот этого от механического износа во вторых у него ресурс поеде должен быть больше ну мощно верно в мощность и 1 тоже нет и мощность может быть тоже немножечко выше и более тонкая работа с перегрузкой да во первых это чтобы это все сразу округлить это электронный двигатель от механический двигатель здесь электроника есть но она находится не двигателя выключатель это первое а здесь он находится И это находится на статере, у тебя статер управляется электронно, это первое. Второе, по поводу экономичности. Экономичность этого шуруповерта ты увидишь только лишь на мелком крепеже, а если мы говорим про то, что уже в сети есть, сверление, например, сверла, этим и этим шуруповертом меньше сверлит этот, больше, он сверлит за счет того, что он быстрее это делает, и у БЛ мотора при одинаковой употребляемой мощности в нагрузке с этим у тебя скорость сверления выше, быстрее. Он меньше, так скажем, теряет мощность под нагрузкой. у счёточного коллекторного узла идет перегрев, у тебя машина... Так вот именно что, ты уходишь в тепло. В тепло, и у тебя ограничения есть по мощности, ты мотор делаешь конкретно под определенную мощность, под определенную редукцию. 15% ты теряешь на тепло от аккумулятора, в любом случае. Если ты делаешь одинаковую нагрузку, ты именно выиграешь в количестве заворачиваемого сверления, именно за счет скорости этого происходящего. Энергии живет эта машина во время одной и той же работы одинаково. Можно будет для интереса сравнить в следующем ролике. Возьмем количество просто одинаковой работы, сделаем, поскольку... Не вопрос, да, это будет более наглядно. С точки зрения эргономики, плюс-минус все то же самое. Мне кажется, даже вот эту зону, где большой палец мой лежит, ее сделали именно чуть тоньше, потому что у меня обычный хват. Вот, у меня указательный палец лежит на машине при работе. В таком варианте нормально. Если вот так держать, вообще не надо мне, для моей кисти. Толстая рука, я толстая. Я реально вот так вот, руки беря шурупы. Классический, скажем так, да? Это, кстати, у тебя... Это слайдер не совсем тут, да? Нет, все правильно. Вот этот мне намного удобнее. Чем классические вот эти B-болины. Опять же, ну у тебя рука в два раза больше моей. Она тоненькая, рукоять тоненькая. Естественно. Но здесь у тебя штырьковый. Это как раз причина, почему два года назад мы ушли на слайдер, и все новое, интересное, выходит на нем и будет выходить. И свет новый, и другие машины, и так далее, и так далее. Может быть, этот лучше. Здесь нож конструктив отличается у каждой фирмы. Конструктив. А смотри, у него рукоять-то потоньше. Немножко профиль другой имеет. Смотри, вот здесь вот ширина рукоятки. Лежить лучше лежить. Лежить, да. В моей. Лежить, да. Смотри. Чем сделана именно вот эта эргономика? Она осталась то же самое, как у стандартного PowerMax. У тебя вот эта вот часть, она широкая. Широкая очень. И боковые части одинаковые, ширины. То есть это равнобедренные, если правильно я помню, треугольник. Но вот это вот бедро, вот это широкое, нужно для чего? Когда ты что-то закручиваешь, особенно парни не будут соврать, которые крутят мелочь какую-то, гипсуху и так далее. Ты должен давить на инструмент. Лучше это делать, когда ты давишь ладонью, а не кистью. А вот здесь вот возникает нюанс в том, что... Здесь давить не надо, да? Здесь давить тоже надо, но здесь у тебя нагрузка ложится больше на кисть, потому что у тебя здесь стандартная профилированная рукоятка. Она не цилиндрическая, не плоская, она... Чуть велосипеда изобретать. Просто аккумулятор по-другому сюда не впихнешь этот. Правильно. Вот и все. Вот, потому что аккумулятор... А там по эргономику подтягивать сюда там еще... Николай, касаемо аккумулятора. Вот этот аккумулятор и вот этот аккумулятор 5.2, вот они, да? Они построены на технологии контроля батарей, которые разработаны в 2005 году, чтобы ты понимал, да? А в слайдерном аккумуляторе, 12 вольтов, почему он через адаптер зарядки стандарта не заряжается? Тут свои мозги вообще стоят. Кстати, для интереса, да? Опять же, по ширине, вот они все-таки больше, какие-то поуже получаются, с полсантиметра точно. Это видно, да, вот в этой части. Хотя банки же здесь одинаковые стоят, по идее. Все равно же эти литья эти 18650 ячейки. Да, да, да. Но нюанс в том, что, опять же, каждый... Разработка старая, и пришлось в это тело, получается, ну, его и тянуть до этого, до 2021 года. Вот, да, то есть мы бы рады отказаться, но российский рынок так устроен, что просит, да. Вот эта модель, она актуальна до сих пор. Поэтому было принято решение, да, сделать именно BL-версию именно в штырьковом батарейке. По факту она уже есть, вот она, да, то есть она, да, достаточно дорогая относительно этой модели. Мозги у них здесь где распрощены? Здесь, тут несколько мозгов. Здесь у тебя в батарее мозг раз, у второго здесь вот непосредственно в разъеме мозг, и на статоре у тебя плац стоит, который статором управляет, да, то есть тут три аж электроники. Здесь же кнопка выключатель иная, нежели здесь, электроника своя, которая здесь, опять же в этой части, такая овальная, таблеточек мы разберем, покажем. Покажи, что ты просто переходник. Да, это переходник, парни, чтобы вы не пугались, что он такой здоровый. Это адаптер, да, используя слайдерных батареек, он сейчас подешевел, 220. А сто три 800 анаптера, гераси, подохерили, ребят. Это для того, чтобы совместить одно с другим. Есть, конечно, батареи 4 и 5,2, вот такие. Похоте я просто сказать, давай про 12-вольтовую линейку, есть смысл обрать, нет смысла, и для чего, каких. Вот смотри, как часто к вам обращаются с обычной стандартной PowerMax с просьбой заменить щетки? Они вот стираются. Щетки в стандартных моторах не меняются, и нет смысла на... А ресурс какой? Ну смотри, опять же, то есть, я мягкую информацию. Если мы говорим про заворачивание гипсокартонных саморезов, крепление ГКЛ, ГВЛ, в среднем двигателя на второй скорости, потому что крутится это на второй, что, короче, в корне неверно, хватает где-то на год. В замене двигателя, если гарантия стандартная, либо XXL, она будет платная. Если гарантия Full Service, например, если человек купил у тебя, и зарегил. Кстати, у нас гарантия Full Service, если что, имеете в виду, три года... И мотор будет три года меняться бесплатно. Бесплатно. Это Full Service. То есть, надо выбрать именно дилера правильного при регистрации инструмента. У нас Full Service. Да, на аккумуляторной технике. Что касается смены щеток, в данных типах двигателя... Щетки не меняются. Есть производители, которые делают сменные щетки, но это опция, она одноразовая, и по времени новые щетки проработают существенно меньше, чем которые стояли с завода, по одной простой причине. В момент стирания щеток, где щетка... Морисел заложен, короче, именно на размер щеток. У ламелей происходит выточка. У сетевого инструмента, если мы разъем, сетевой инструмент... И поэтому не меняешь, там заложено на один размет. Все, кончилось, снял. То есть, как бы, двигатель поменять сколько стоит? Ну, двигатель стоит где-то 1100, плюс работа. Полторушечку, да? Ну, да, где-то, да. Но я, если честно, с такой проблемой не обращаюсь. Вы знаете, у меня щеток... Вот они ходят по 3-5 лет. Что здесь от рук? От конкретно взяток эксплуатации? И нагрузки, которые даются... У кого-то 8 лет работает, это вообще 2015 год. Он что-то так не видал, еще ничего не умеялось. Да, то есть, как бы, тут нужно понимать, нужен тебе щеточный или хватит ли эти щеточные, или нужен все-таки бещеточный? Бещеточный, какое дает преимущество? Он производительнее за счет того, что энергии, которая при одной и той же емкости батареи... Да, мы с тобой говорили, это мы проверим. Да, то есть, он более эффективен. Далее. Количество инструментов на штырьковой батарее, естественно, у нас оно ограничено только шуруповертами. Может быть, в будущем что-то еще появится, но... Ой, блин, папу порвал. Все новое, Николай, уходит здесь. И перфики, и отрезная машинка, и там в будущем будут разные инструменты. Они все идут на слайдере. Но... Короче, по сути, эволюционно здесь развитие не планируется в этой линейке. То есть, это для любителей конкретно, ну, скажем, именно вот этой модели, чтобы была компактность в приоритете, легкий вес и... Ну, компактность, опять же, если мы говорим высоту только, то есть, разница, давай, вот, смотри, вот, раз, модель, два, модель. Ну, она компактность все равно... Она чисто по высоте. Да, то есть, опять же, если мы говорим... Работа на балдажник мешает. А дело в том, что кому-то вообще не мешает. Все зависит от конкретно взятого человека, от его привычек. Да, то есть, я здесь не могу ни с кем спорить и не буду, но у этой модели, кто люди пользуются, в принципе, все довольны, да, кто этой пользуется. Давай в двух словах закончим ролик. Все-таки люди хотели узнать, в чем разница 12 вольтов. Вот у тебя стоит 5, в чем разница? Я приходил такой, купишь ее, блин, для меня они все одинаковые, я вот со стороны обывателя смотрю. Смотри, еще раз, подытожим. Так, щеточный, щеточный, щеточный. Просто говорят PowerMax, они все, сука, PowerMax, понимаешь, в чем косяк? Маленькая, компактная машина. Все они, по сути, для них и так же задачи сделаны. Щеточный, самопродаваемый такой. Цена примерно сразу, чтобы с ценой понимали. Ну, этот 6, этот стоит 8900 с угловой насадкой Криковски. 6000 стоит обычный, у него патрон съемный скручивается. Да, он скручивается, здесь 360 оборотов, здесь 400 оборотов, уже винт стоит. Как скрутить руками, или он так все сильно затянуется, что хер скрутишь? Что, ну, посрыть надо. А, вот так, все. А во время работы не скручивается? Ну, если не умеешь работать, скрутится, а все умеешь, нет. То есть его можно превратить в компактную модель? Да, там могли стоит сбитые держатели. В БЛ модели эта опция убрана, здесь стоит винт, патрон крепится на нить. Очень многие ругаются за счет того, что убрали этот съемный патрон. Как бы у людей отобрали возможность. Здесь технические ограничения связаны с тем, что 400 оборотов, в крутящий момент вырос на 2 ньютона, на 3 ньютона вроде бы, но патрон будет слетать, ну, быстрее, чем там. Там некоторые даже снять его не могут. Для этого специальное видео у нас в Инстаграме и Севитубе. Ну, то есть для тех, кому нужно, чтобы снимался, может быть, вариант такой предложить. А, кстати, с этим Квиком можно еще опционально. За 8500 только с... Ток с угловой, нет, ток с угловой, да. Но сборщики мебели, возможно, это оценят. Чендриковая машина, александрико-насадка отдельно, литврэн 2 800 стоит, держатель... Прикиньте, вот это вот 2 800, вот это 6 с двумя аккумуляторами. А это кандула, мандула. Ну, она же всем нужна. Она же, блядь, здесь запчастей, как полредуктора этого, по сути, да? Придем производства гораздо меньше, чем это... 2 800 с вас, пожалуйста. Калай, цена всегда... Ладно, он говорил, хорошо. Почему BMW у тебя такая дорогая? Нет у меня никакой BMW, что-то пи***ть. Наклейка есть. Наклейка есть. Если сравнивать вот эти две модели... Если у вас, ребята, возникнет вопрос, в чем разница между этими двумя машинами, то разница, опять же, в чем? Эта модель вышла 2 года назад. Ты объясняешь, что это бесчёточные? Бесчёточные две, да. Два бесчёточных PowerMax, слайдерной, штырьковой. И эта и эта модель плюс-минус одинаковая, но эта машина дороже, что-то больше. Другая совершенно электроника, более дорогая. И с другой совершенно мотор. Мы, опять же, это в следующем ролике покажем. Вот. И он получает себестоимости дороже. В будущем планируется его обновление, чтобы не было внутреннего каннибализма, так скажем. Это дешевле. Да, он не должен конкурировать. Даже Криковский вот этот, он дешевле все равно, нежели вот этот Криковский. Ты говори людям, Криковский этот, это что? Они-то все зеленые, визуально одинаковые. Криковский это быстрая смена патрона. Вот. Патрон здесь идет более простой. Видите, какие-то бесщеточные с штырьком? Да, здесь патрон идет более дорогой. Уже с фиксатором он тоже десятка, но уже фиксирует без маску. Здесь простой, без фиксатора. Без фиксатора? Да. На малыша тоже без фиксатора? Подожди, как без фиксатора? Ну, фиксатор такой вот, нет, собачки самую, вот она полимерная. Вот она есть. Нет. Вот фиксатор здесь, конкретно, нормальный фиксатор. Там-то жесткий, а здесь какой-то, может, мягкий. Но, опять же, если работать правильно на второй скорости, ничего сильно не заворачивать, все это не будет отворачиваться. Инерцезонное воздействие внешней оболочки все равно отворачивает патрон любой, даже железный. Это уже проверял тысячу раз. В этом даже и так записывал ролик. Не нужна информация дальше. В итоге, да, то есть, чем они отличаются? И этот будет просто доступнее чуть-чуть, чем этот. Этот 14 или 15 стоит безугловой насадки, а этот будет безугловой насадки стоит дешевле, 3-11. Предполагаю, да, то есть более конкретно мы увидим. Но у этого есть возможность дальше развивать линейку покупать тушки, у этого нет. У этого это просто шумпаверт, да. То есть эту батарею ты никуда не поставишь. Когда появятся инструменты на штриховой батарейке обратно, я не знаю. Я думаю, что они появятся. Будем откровенны. Ну, знаешь, в чем дело, в России очень популярен. Не только в России, в Казахстане, Беларуси. Подытожим. Давай эти модели поступят в продажу в декабре. А во втором ролике мы сейчас возьмем и сравним одно с другим. Что, где, как, как, что сверлить, насколько разница. Как мы что там, заворачиваем, сверлим? Да, да, попробуем. Давай. Вот, ну что ж, спасибо большое, что посмотрели разницу между 12-ти вольтовым. Наконец-таки, да. На самом деле, опять же, 12 вольт, ребята, это маргетинг, все это 10,8 вольт. Давайте подытожим. Здесь указано, что 12 вольт, ну, макс, кое-кто запатентовал, он раньше называли с батареей, именно 12V Max, на них написано. А сейчас просто пишется 12V, и на самой батарее указано рабочее напряжение всегда 10,8, ну, любой. Ну, это сейчас из маркетингов в Америке, также 18-ти вольтовой, двадцаткой называют. Макс 20. Ну, они называют это и деволтовцы называют, и все, ну, их у всех там 20 вольтов, по факту же 18-е. Нужно просто понимать, что зарядники у штырька свои, у слайдера, она вообще универсальна, любая слайдерная заряжает, и так далее, и так далее. Но, с точки зрения, если вам нужно развитие, так скажем, фитчурповерт, перфоратор, эксцентриковая машина, 12-ти вольтовый, плоскошифровальный, мультишлифователь, это все слайдер. Если вы голосуете рублем и покупаете именно штырьковую батарею, то нужно понимать, что... 12-ка перфик, кстати. Да, чтобы получить доступ к 12-ти вольтовой линейке, используя эту машину, придется покупать, соответственно, адаптер, да, и адаптером пользоваться, чтобы соединять одни батареи с другими. Ну, как дичь, это решение, кому хочется вмещать штырек со слайдером. У него и такое, и такое есть. И рыбку съесть, и на штырь. Знаешь, но слайдер будет всегда чуть-чуть дороже, нежели штырь. Штырь – это чисто массовый продукт, а слайдерный – менее массовый. Опять же, чем меньше ты производишь единиц товара, тем более не дороже. Да, в следующем ролике будем проверять. Да, давайте мы теперь в следующем ролике попробуем все это дело сравнить, не на словах, а на деле. Пока. Редактор субтитров А.Семкин